Ой, мамочки, самое главное, я забыла, вам показать мясо. Я смотрела и думаю, я так хочу чипсы купить. Вот американцы же кушают и живут сто лет. И я хочу жить сто лет. Ну а не, привет, я сейчас приехала в Фудбэнк. Фудбэнк это такая организация, которая помогает людям и дает бесплатно еду. Еду может получить каждый человек, независимо от вашего дохода, от вашего статуса в США, какая у вас виза, или вы гражданин, или нет. Это вам дается просто так. Чтобы больше узнать информацию о Фудбэнках, я вам оставляю ссылочку. И вы переходите, смотрите, потому что очень много вопросов поступает. И я каждый раз отвечаю на одни и те же вопросы, поэтому я создала вам видео. Если вы не смотрели, обязательно смотрите. А сейчас я вот приехала в Фудбэнк. Сегодня людей нет, так как сегодня суббота. И сейчас я пойду получать свои продукты. Вот тут много всего можно брать. И я могу здесь что-то взять. Что у нас здесь есть? Вкусненькое, столько всего. О, я хочу вот этот пикан. Смотрите, какой пирог. И здесь что-то... Но я такого не хочу. И я могу взять воду? Да, да. Хочу. О, вау. О, чипс! Окей, я в связи. Перчики, артишочки. Класс! О, чипс! Вот. Везут мне просто коробочку продуктов. Я просто подошла и сказала, вот у меня двое человечков в семье. И вот меня уже нагрузили. Сказала, что и Васю у меня уже нет. Мне дали там форум. И всё. Спасибо! Вот только посмотрите, что мне положили. Столько всего. Это в машину, что уже не поместилось в багажник. И вот багажник. Вот это всё только что вложили. И мне сказали, что ещё сегодня дают одежду бесплатно. И поэтому мне дали листик, как купон. Я могу сейчас посмотреть, что там. Поэтому идём досмотреть. Так, я должна листик взять. И Васика я оставила сегодня дома. И всё. Ждёт он меня дома. Сейчас закрыть машинку надо. И пойдём. Также здесь есть вот книжечки. Можно брать, какие хотите. На разную тематику. И детские здесь есть. Вот там детские отделы. Я, кстати, тоже детские книги брала. Ой, там можно кассеты брать. Даже. Интересно. Можно приносить все свои вещи. Поэтому я тоже все свои, которые я не ношу, я приношу или в Гудвилл, или сюда. Но в Гудвилл они просто припродают. Мне нравится сюда приносить. Бесплатно сдала и людям бесплатно отдают. Поэтому так, что так. А вот здесь как магазин. Смотрите, что написали. Карпенко Марико. Моё новое имя. Они хотели сказать Мария. А написали Мари, и потом Карпенко. И нужно Марико. Первая интерпретация моего имени. Класс. Вот есть список, что может человек взять. Если ты женщина, что ты можешь взять. Четыре топика, трое штанишки, короткие штанишки, джекет. И вот смотрите, какой я нашла. Ну, я не знаю, или он будет мне подходить по цвету. Тут нет проблем. Если вы берете, и вам не подходит, вы сдаёте. Просто здесь нет места, чтобы померить это всё. Я подошла там, где платьюшки. Такое оно вышито. Что-то интересненькое. Я хочу какую-то яркую кофточку. Тёпленькую. Потому что уже осень. И не могу ничего найти здесь. Там есть обувь. Но я уже посмотрела, там нету ничего. Тут и детский отдел есть. Ну, ладно. Смотрите, какая яркая, зелёненькая. Я всё-таки взяла несколько вещей. Там есть. Всё-таки нашла футболочки некоторые. Кофточку такую вязаненькую. Смотрите, какой цвет красивенный. Класс. Я так люблю вязаные кофточки. Обожаю просто. Так что вот. Поеду. Потому что, видите, уже я то хожу. Под низом у меня футболка обычная. Вот, видите? Обычная футболка. Оно всё равно прохладненько. Поэтому я хожу в тёпленькой кофточке. Пушистик, как называю. Мишка. И Васика сажу на свою кофточку. И говорю, Ивасик, иди на Мишку. А в машине пахнет. Очень сильно вкусно. Пирог же там стоит. С пеканом. Орешек. Это такой. Как греческий, но... Не как грецкий, а как... Он как грецкий, но он не грецкий. Он такой более плоский, но похож как на мозг. Человеческий. Как грецкий. Но не грецкий. Но очень вкусный и полезный. Приехала я домой. И сразу же достала этот пакет, который я получила. Именно повыбирала одёжки. Посмотрите, какая кофточка. Вот я такую кофточку взяла. Здесь нету ничего наверх. Тут нужны или прозрачные бретельки, или... Ну, очень круто. Посмотрите. И спинка сразу видна. Короче, я счастлива. Я взяла. Я говорила, если бы она мне не подошла, я бы могла её поменять. А так мне она очень нравится. Тут я вижу, что ещё есть такие... Такие штучки для того, чтобы поясок вставлять. Но пояска здесь не было. Очень приятная ткань. И Васечек. И Васечек тут смотрит. Вот. Первый лук вот мой такой. Сейчас я померяю другие кофточки. Вам обязательно покажу. Дальше вот такая футболочка. Она слишком так просто смотрится на мне. Не украшает и не подчёркивает мою фигуру. Никакую ни талию, ничего. Поэтому... Ну, не знаю. Или... Ну, она мне как-то не очень нравится. Поэтому я её завезу обратно-назад. Вот это больше, лучше подходит. Вернее, более лучше для меня смотрится. Вот так вот. И талия всё есть, и сидит хорошо. Как вам? Мне нравится. Я её не буду отдавать. И цвет очень прекрасный. Такой мятный. И самая последняя одёжка – это вот такой свитерочек. Я полагала все надежды на него. Он мне сразу так понравился. Так как здесь есть воротничок вот такой. Это я укоротила себе волосы. Только сейчас. На самом деле они у меня такие же и остались. Посмотрите, какие классные. Рукавчики длинненькие. А качество какое. Ивасик, одобряешь? Мне нравится. И как раз не сильно низкая, чтобы полностью так прикрывать. И не торчит животик. А вот всё прикрывает вот очень идеально. Идеально. Вот, я уже принесла всё в дом. Где-то 6-7 ходок я делала для того, чтобы это всё занести. Вот столько очень много продуктов дали в этот раз. И ещё раз хочу повторить, что эта бесплатка, она даёт людям продукты только раз в месяц. Вот здесь это ящик. Они сразу же дали огромный ящик. А здесь куча всяких булочек. Вот, сейчас я переложу. Я их уже не выкладывала, потому что, ну, полный стол занят. И так что вот, смотрите, какие свежие булочки. Вот это всё свежее. Вот маленькие свеженькие булочки. Делать, чтобы хот-дог. Посмотрите. Всё такое. И булочки малятка. Помните, такой я уже делала тоже обзор? Большой пакет. Так что хлеба в этот раз много. И вот такие лаваши толстенькие, но они на основе кукурузы. Потому что я чувствую, кукурузой пахнет. Да, вот делать вот такие лавашики, крюченики. Я буду делать как раз очень полезно. Так, вот я ещё выложила вот такой хлеб. Тоже свеженький. Потом вот такие бублики. Bagels. Я их обожаю. Просто я их каждое утро делаю тост. Вот эти бублики и вот эти бублики я их сразу же себе отложила. Если бы можно было бы, я вот это всё обменяла бы на бублики. Потому что бублики такие bagels. Я очень люблю. Дальше вот далее. Вот такие тоже для бургеров. И вот такие же. Подобные. С присыпкой. Потом яблочный сок. Посмотрите. Apple seeder. Вот эта коробочка это salted caramel brownie mix. Это обычный микс, чтобы делать брауни. Там уже всё готово. Все ингредиенты. Ну, там чуть-чуть там только добавить. А так, в основном, всё уже готово. Но тут также ещё добавлено уникально. Я такое ещё не пробовала. С карамелью солёной. С солёной карамелью. И здесь пишут, что нужно. Нам нужно 1 четвёртая чашки воды. 1 третья vegetable oil. Это растительного масла. И одно яйцо. Чтобы сделать вот такой красивый брауни. Вот. У нас в долларовом магазине можно купить такой за доллар. Так. Так же мы же говорим про выпечку. Смотрите. Вот то, что я вам говорила. Были разные тортики. Я вам показывала. Но я вот взяла вот такой пекан. Видите? Пекан пай. 12 инча диаметр. И он стоил в магазине 11,98. Аромат бомбезный. Я просто в машине. Я говорила, как он пахнет. Ой, мамочки. Это карамель просто невероятная. Он такой свежий. Такой аромат. Просто уже хочется чай сделать и уже кушать. 4 разных йогурта. Потом пачку 12 яичек. Вот таких огромненьких дали. Вот эта пачка, это как, знаете, как соломка. Только он бубликами сделан. Соленая такая. А вот это хумус. С красным перчиком и хумус. Вот. Соленая соломочка с хумусом. Дали вот таких две. А, подождите. Это тоже такой? А, нет. Здесь написано, что обычный классик хумус. Обычный классический хумус. А, это с перчиком болгарским хумус. О, видите, даже кубики такие, кусочки маленькие. Красного перчика. Так, вот это дальше я получила. Крим чиз. Одна третья меньше жира. В фирме Great Value. Это как филадельфия. Это масса такая, как... Ну, это как крим чиз мягкий, такой, как плавленый сырок. Его можно на тосты намазывать. А так же оно идет в основу этого, чизкейка. Поэтому я очень люблю. Я покупаю его. И делаю потом вот такие бублики. И разрезаю, делаю в тост. И потом уже сверху мажу вот этим. Great Value. Так что я очень счастлива, потому что я как раз его закончила. Так, вот эта пачка, это обычный тоже хумус, только с черными бобами. Black Bean, с черной фасолью. А, и халапеньо, и с зеленым таким перцем пекучим хумус. Видите? Вот такой он выглядит. Так. Так, вот это мне дали две огромные пачки. Вот смотрите. Одна и вторая. Baby Kale. Это полезная трава, чтобы делать салат. Сколько здесь? 454 грамм. Вот, видите? До октября 18 числа использовать. Сегодня у меня 18 или 19 октября. Ну вот, сегодня типа вышел срок. Но что с ней? Проблема какая-то? Нет. Также дали маленькую коробочку сухого шпината. Baby Shpinat. До октября 2019. Это через день выходит срок. Baby Shpinat и Baby Kale. О, смотрите, тут маленький шпинат и кейл точно такой, какой здесь. Вот дали. Это хочу сказать, что дали на двоих человек. Потом, посмотрите, дали вот такое. Знаете, что это? Это как такая пластинка тоненькая. Это карамель, чтобы сразу на яблочко. Вот оно как платьюшком одевается. Есть такие карамели, которые просто яблоко есть на палочку и вставляют в карамель, и потом вытягивают. Есть вот такая уже, пять таких пластинок, которые можно покрывать яблоко. О, видите как. Вот это хлопья. Также дали мивину. Вот обычную такие. Так смотрите, даже с креветками. Shrimp это креветки. Это считается как мивина. У нас обычная в доллар вам можно за доллар купить. Потом вермишель. Вот такие крученные оргалики с цельнозерновой муки. Whole wheat rotini. О, вау! Rotini. Потом вермишель с сыром. Уже такое много раз давали. Также вермишель с сыром, макароны, плюс чиз на ужин. Вот это. Смотрите. Еда для собак. Видите? Pork formula dog food. Собачья еда. Они же меня спросили, или есть собака, или нет. Вот это дали. И вот этот большой мешок для Ивасика дали. Представляете? Какая Америка благословенная. Как круто. Потом дальше вот такой дали пакет. Я даже не знаю, что это такое. Но я не знаю. Тут написано просто добавить воду и томатную пасту. И что будет? Я никогда не видела такое ни в магазинах, ни в что. Тут написано микс. Типа как брауни микс. А вот это такой микс. Ну, нужно попробовать. Посмотрю потом, что здесь. А, смотрите. Готовить 25 минут. И сзади тут написано, как его готовить. Ну, сделаю. Попробуем. Это уже написано ready rice. Готовый рис. Ух ты! Готовить всего 90 минут. Минута 30 готовить в микроволновке. Вот. Открыть. Поставить на 90 секунд. И потом остудить и кушать. Приятного аппетита. Кукурузку. Потом это... Я очень люблю вот это. Это пюре яблочное. Потом целая картошка. Kidney beans. Это фасоль. И микс. Вот это я тоже очень люблю. Это фруктовый микс. Тут есть виноградик, персики. Там иногда вишни попадаются. Манго. Яблочки. Игрушки. Очень много дали яблок. Потом посмотрите, сколько лимонов дали. Очень много. Также вот дали две таких пачки маленьких помидорки черри. О, смотрите. Магазин Trader Joe's. Это дорогой магазин. И Sprouts дорогой магазин. Вот посмотрите. Продукт с Мексики. Сколько здесь? 454 грамм. Дали вот две таких пачки. Посмотрите, помидорки совсем сухие, свежайшие просто. А, ну вот. Вот один только. Но это небольшая проблема. Один вытянуть. И все. Вот показываю, как все есть. Дали маленькую коробочку, вот такую ванночку белых грибов. Mushrooms. Чисто белые. Whole white. Также еще дали два таких пакетика на вот такой молнике. Zipper. Вот огромные грибочки. Вот один. И вот второй. Потом посмотрите. Маленькие болгарские перчики. Смотрите, какие они свежайшие. Нету плесени. Сколько дали? Четыре штуки. Вот. Два, три и четыре. Mini peppers. Ага, сладкие. Это болгарские называются. Потом дали вот такой уже нарезанный салат. Готовая капуста. Нарезанная. Ее просто надо высыпать. Добавить там что-то. Cranberry. Это клюква. Всякие семена. Приправу. И все. Также вот дали таких три пачки салата. Они уже... Они с корешками. Это чтобы они продлевали... Чтобы можно продлевать жизнь. Смотрите, дата до октября 20-го числа. Это через день выходит. Какая здесь? Тоже до... Через день. Все свежее. Через день выходит. Это можно делать салаты. Всякие... Добавлять смузи, делать овощные. Очень полезно. Также дали вот такую фасоль. Здесь где-то килограмм. Дать 907 грамм. Вот такие бинз. Фасольки. Потом горох. Кстати, горох давно я не видела. Очень давно. Кроме русских магазинов я не видела давно гороха. Потом, смотрите, дали помидорчики. Вот такие помидорки. Очень хорошие, свеженькие. Вот пять штучек. Потом дали вот такую тыквочку. Это... Это не кабачок. Это горбуз. Это огурец. Вот этот огуречек дали и маленький дали огуречек. Потом опять сладкие перцы болгарские. Вот такие перцы. Мне тоже кажется, что это болгарские. Надеюсь, он не будет печь. Потому что я пеку те перцы, не знаю. Они очень сильно пекут для меня. Поэтому я не знаю. Надеюсь, это будет обычный болгарский перец. Потом, смотрите. Смотрите, маленькие фиолетовые картошечки. Purple potatoes. Baby purple potatoes. Вот. Они маленькие такие фиолетовенькие. Кулёв огромный этих яблок. Смотрите. Дали вот обычные такие. И обычные вот такие. Дали. Ой, а пахнет как будто вот у нас же сейчас как... Уже день благодарения скоро будет. И сейчас вот октябрь. И вот сейчас сезон уже ездить на поля. Там где тыквы. Там и яблоки можно собирать. И вот это я вспомнила как раз в прошлом году. Я ещё в этом году не была. На вот этот pumpkin field. Поле. Там где есть тыквочки. То я вот вспомнила этот запах. Ой. Такой прям как домашний. Реально. Очень домашний. А ну этот? Этот тоже. Но этот не сильно пахнет. Вот этот прям как реально с сада. Потом дали вот такой ещё пакет картошки. И вот такой пакет картошки. Таких маленьких картошинок. Цветную капусту. Это туна в воде. Это тунец в воде. Вот сколько здесь грамм. 113 грамм. Вот это. Написано pork. Это свинина. Посмотрите. Это знаете, что похоже? Мне кажется, он похож. Вот это в таких железных банках. Это как тушёнка. Свинина. Тушёнка свинины. Я пробовала тоже тушёнку. Или свинину. Или говядину. Было очень просто вкусно. Не просто, как в Украине, нам вот лишь бы что-нибудь добавить. Какие-то хрящики. Но нет. На самом деле тут прям реальное мясо. Очень вкусно. Как будто в походе. Ты делаешь гречку. Добавляешь вот эту pork. Или beef добавляешь. И очень вкусно. Просто невероятно. В Волмарсе, по-моему, такое стоит 4 или 5 долларов. Одна штука. Здесь сколько у нас? 680 грамм. Вот. Дальше. Посмотрите. Я вам показывала чипсы. Хочу показать и открыть их. Кстати, я вот недавно была в Гостковом магазине. И я ещё так на них смотрела. Ну, не на этой фирмы. Но я смотрела и думала, я так хочу чипсы купить. Вот американцы же кушают и живут 100 лет. И я хочу жить 100 лет. Но они же кушают чипсы. А я не кушаю чипсы. И в Украине они так много кушают чипсов. Поэтому я думаю, я хочу, хочу. Но так и не купила. Сейчас хочу показать, какие там вот виды есть чипсы. Короче, вот 24 штуки. Тут разный вид есть. Смотрите, дикие, новые. Какой-то один вид. И потом с перцем. Это слаймом. А вот это прям какой-то прям сильно-сильно перчёный. Таких 6, таких 12, таких 6. Ну, ну, открываем. Ииии, посмотрите, какие. Ого. Подождите. Они вообще вот такие палочки. Это даже не чипсы. Ага. Какие они сказали новые? Wild. Они сказали wild. Я даже не знаю, хочу ли я. Это всё слишком перчёное. Но я хочу попробовать. Голубую. Где же тут голубая? Вот она. Сейчас. Ой-ой-ой. Мне кажется, она слишком перчёная. Перчёная. Так. Смотрите, какие они. Вот такие. Уи-и-и. А ну-ка. Смотрите, смотрите, какие палочки, трубочки. Мм. Мм. Ой, печёт, 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 печёт. Ой, мамочки родные. Печёт, печёт. Вода. Честно, честно. Сильно печёт. Не могу гушать. Придётся отдавать их. Слишком перчёные. Так, ладно. И арбуз. Посмотрите, какой арбуз. Как вы видели, там было очень много. И я выбрала самый такой. Который первый посмотрел на меня, как говорят. Вот. Ой, мамочки. Самое главное я забыла. Вам показать мясо. Вот. Дали вот такой пакет мяса. Сегодня в этот раз дали. Что это нам дали? Смотрим. Это биф. Говядина без косточки. Бонлесс – это без косточек. Фроузен – это замороженная говядина без косточек. Сколько здесь нам дали? О, вот смотрите, что написали. Лучше использовать до сентября 30-го числа 2019-й год. Сейчас октябрь, 18-е или 19-е число. Видите, мясо, типа, можно сказать, оно просроченное. Но мясо замороженное. Видите? Замороженное. Меса здесь нет. И также дали вот такой кусок мяса. А вот это, сейчас мы... О, смотрите, это тоже биф. Смотрите, биф. Вот, видите, это получается делать из этого куска, делать стейк. Он стоил в магазине 18-27. 1 паунд. Полкилограмма стоит 6,55 долларов. Потому что это вот этот. Если вот такая наклейка есть, то знайте, что это дорогое. И тут написано, что масса 2,79. Это почти 3 лб. Это почти полтора килограмма мяса. Ну, кило-200. Кило-200, кило-300. Здесь кусок вот такого мяса, которое стоит 18-27. Уже приправа тут есть, уже полностью замаринованный, замороженный. И делать стейки. Ой, смотрите, начинает размораживаться. Так что вот, смотрите, дали 2 куска. И очень много, 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 много овощей, хлеба, чипсов, всяких фруктов. Спасибо Богу за прекрасную Америку. Пусть Господь благоставляет еще больше Америку, чтобы все было хорошо, благополучно. Вот Америка сеет, что сеет, то и пожинает. Сеет, просто дает, просто даром людям. И вот она все больше и больше процветает, встает более успешная. Я благоставляю также ваши семьи, чтобы у вас всегда-всегда было хорошо. Чтобы вы были самые счастливые, хотели идти домой. Чтобы вы всегда преуспевали. И вы были всегда благодарны Богу за то, что вы имеете. Потому что, знаете, что некоторые люди, даже как в Африке, не имеют водички хорошей и чистой. А у нас есть. И уже за это нужно быть благодарным и иметь благодарное сердце. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием буду на них отвечать. И с вами была Мария Карпинка и мой маленький друг Ивасик, мой любимый мальчик. Ивасик, скизи. Скизи, 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 скизи. Почему ты говорить не научился? Тебе уже семь годиков. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. 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 Жапу. Пока. Говори пай. Пай.